Привет, друзья! Обзац с вами. В Винничине девчина пошла по хлебу в супермаркет, а повернулась в гипси. И скалечив ее не злочинец и не охоронец в магазине. Ну а кто тогда? Есть информация у тебя? И как добиться, друзья, компенсации за увечья, полученные в торговом центре? Чтобы это выяснить, Ира Петькун решилась на очень опасный эксперимент. Вдумайтесь, 3 миллиона долларов по решению суда ресторан заплатил посетительнице за то, что та обожглась у них горячим кофе. Полтора миллиона долларов получила трехлетняя американка за то, что споткнулась об улыжник в городском парке и сломала ногу. 12,5 тысяч евро отсудила испанка в супермаркете за то, что поскользнулась на пролитом на пол йогурте. А что светит в подобных случаях нам с вами в Украине? И что делать, если, упаси Боже, вы получили травму в общественном месте? Две недели назад Алене сломали руку в супермаркете. Не могу помыться, не могу сама сходить в туалет, извините за подробности, не могу одеться сама, застегнуть обувь, не могу. Это специальный низ, потому что кость была полностью переломана. Они очень удивляются, что эта кость вообще не вылезла. К счастью, конечно, перелом не открытый. И тем не менее, вначале болевой шок, а теперь все время приходится сидеть на обезболивающих. Болит вот здесь, потому что здесь был самый главный перелом. И вот здесь, где пальцы. Так, если потрогать, тоже больно? Ну, если, да, и постучать. Когда одевать свитер, вот, и пальто, и больно. Но хуже всего то, как именно с Аленой произошла эта неприятность. Она просто шла в универмаг. Я заходила вот так. Удар пришелся, я его почувствовала на себе. С этой стороны? Со спины и этой руки. Упала вот так вот на спину. Да, и я не могла встать. Я лежала вот здесь на спине. Меня поднял парень, который проходил мимо универмага. Как выяснилось, от этих дверей пострадал уже не один человек. Вот так меня прижало. Вместо того, чтобы двери начали открываться, да, я не успела пройти, они меня задвинули. Ударили меня правую руку. Неожиданный удар по голове. Я даже не сообразила, что произошло. По голове? По голове, да. Ну, может быть, я была не совсем как бы права, потому что я подходила под очень острым углом. А где написано, какой угол должен быть? Тем не менее, дверь на меня не среагировала. И никто из них даже не пожаловался. Так что сколько еще было таких битых в магазине, остается только догадываться. Мне позвонила, она говорит, мама, я сломала руку, мне ударила дверью. Приезжай, это самое, бегом туда, на Киевскую, меня скорая забирает. Скорая привезла Алену прямиком в руки вот к этому врачу. В теории, могла ли девочка, как вам кажется, побыть, там, получить травму в одном месте, поехать потом в другое место? Стараюсь очень сильно. С таким бегомом вряд ли она куда-то бы каталась. Я думаю, что она от Бори повизгивала, искурила и плакала, вызывала скорую помощь. Все. Это все, что она могла сделать. Перелом со смещением конкретный был. Перелом надо было вправлять, делать блокаду, вправлять. С того момента, как Алене вправили кости, естественно, приходится тратиться на лекарства. В какую копеечку влетели? Где-то на 220 гривен этих чеков на данный момент. Это сумма небольшая. Она просто обидна. Но зачем она это делает? Защитник прав потребителей в недоумении. Почему Алена оплачивает лечение из собственного кармана? В законодательстве указано, что все, что происходит на территории магазина, они несут за это ответственность. И не важно, там, упал стул, упала продукция на человека или прищемили дверь. Но, видимо, буквы закона имеют значение не для всех. Мы обращались в универмаг 20 октября с заявлением, чтобы компенсировать нам траты только на лекарства. И что вам в ответ сказали представители этого универмага? Что администрация универмага говорит, что скорую они не вызывали. То есть, якобы, пострадавшей вообще не было. Но есть же справка с мокрой печатью. Там черным по белому написано. Но, очевидно, для представителей торгового центра все эти официальные бумаги вообще не аргумент. На следующий день я перезвонил директору универмага. Он сказал, что я вообще падала не в универмаге, а возле фонтана. Девчинка, что себе я дала? Казалось бы, раз вопрос в том, падала ли не падала Алена на территории универмага, что же может быть проще? Посмотрел камеры видеонаблюдения, которые есть на входе любого торгового центра. И вот тебе ответ. Но тут оказалась накладочка. Но подобные ухищрения администрации юристы вообще всерьез не воспринимают. Керевство торгового центра может говорить все, что ему заманется. Но они на это должны иметь соответствующие документы. Наказы про выравление тех или иных порушений. Акты, которые подтверждают, что есть недолики в системе, скажем, кондиционирования или в системе пропусков. В ином случае, внимание! 90 дней не меньше должны сохранить видеоинформацию в архиве торговых закладов, потому что так требует закон. Ох, как мне уже хочется повидаться с руководством этого универмага. Для начала мне придется пройти через них, через двери, которые калечат людей. Я боюсь. Пронесло, но радоваться рано. Собираюсь с мужеством и готовлюсь провести отчаянный и небезопасный эксперимент. А для этого мне понадобится... Где эти яйца? Сколько у меня? Десяток. А если я хочу пять? Яйца, они, будь, самая хрупкая, что продается в магазине. И тем не менее, хочется сохранить их целыми, а не превратить в сырой омлет после встречи с магазинными дверями-убийцами. Прохожу один раз. Все целы. Второй раз. Нет удара. Меняю траекторию захода. Опять все срабатывает. Ну нет. Никак не ударяет. Я уже начинаю вытворять то, что обычному посетителю в голову не придет. Боже, они реально толкают. Реально очень сильно толкнула только, что дверь. Ну что ж, кажется, на этот раз дверь работает исправно. Не считая вот этот толчок. Значит, починили. А теперь проверю, как в этом заведении работает админперсонал. Добрый день. А это администрация, да? Да. А девушки, скажите, пожалуйста, меня вот только что зацепила дверью. Ну, как зацепила? Ну вот я проходила, зацепила за плечо. Ну, мы все разнообразно, кстати, мы хотели подъявить. Так а мне, со мной как вы будете поступать? Я расслабила инженер по технике безопасности. Нет, так он-то инженер по технике безопасности. А какой-то инженер по моему плечу у вас есть? Пять секундочку. Давайте хоть какую-то жалобную книгу напишу. Уже жалобные книги нет. Не могу давно. Как это? Ну, вы там. Но почему-то заявление администратора стало большим сюрпризом для правозащитника. Никто не отменял никакие жалобные книги. Все эти документы должны находиться в магазине на видном месте. Так, чтобы каждый покупатель мог взять эту книгу жалоб. Написать там пожелания. В ином случае это уже прямое нарушение закона. Дальше в открытую спрашиваю, были ли в магазине еще случаи, когда кого-то ударило дверью. У нас не было пока такого. Нет, мы с этим не сталкивались. С ушибами, да? Да. То есть я у вас первенец. Да. Мы с этим еще не сталкивались. Ай-яй-яй. Запомните эти слова администратора. У них такого не было. Думаю, самое время звать сюда Алену. Здравствуйте. Мы вот только что с вами выяснили, что я, оказывается, первый человек. Который пострадал от вашей двери. Да, оказывается, не первый человек. Мы вам писали заявление. Дальнейшие действия администратора даже не комментирую. А куда вы удираете, женщина? Куда вы уходите? Вам неинтересно, что происходит у вас в магазине? Куда вы бежите? Я не хочу с вами говорить. Дальше меня толкают. Ладно, отпускаю с Богом. Тем временем возле застекленного уголка потребителей уже объявился главный инженер, который, ой, как негодует из-за того, что мне вздумалось проверять его двери. Вы знакомы с этой ситуацией? Значит, я за эту ситуацию ничего не говорю. Почему? Я с вами разговариваю за сегодняшний день. Нет, мне не касается... А за эту ситуацию мы поговорим. Так давайте сейчас. Почему вы сейчас? Я не знаю, я не разобрался. Напомню, с того дня, как двери устроили Алене перелом, прошло уже две недели. Я юрист. Здравствуйте. У нас, во-первых, есть неотвеченное заявление уже две недели. Да, конечно. Это срок? Две недели? Нет. Согласна законодательству, сколько у нас есть времени на отдать ответ? Вы хотите сказать, что месяц? Да, конечно. Но почему-то вне этого универмага в нашей стране действуют совсем другие сроки на подобные обращения. Згідно с законом Украины про звернение граждан, стаття 7-10 чётко встановила термін – 14 дней на ответ. Дальше здешняя юристка меня просто шокировала. Я не знаю, где я ее ударила. Я до видео еще не дошла. Давайте вместе сейчас зайдем, проверим. Что проверить? Дату мы знаем, 13 число. Что проверить? Видео. У вас есть какие-то обязательства для проверки нашей вообще деятельности? Так, правильно. Я вас хочу спросить. У вас есть видео за 13 число? А я не хочу отвечать. Как говорится, у меня все. То, что они не надают – это непрямый доказ их вины. Потому что человек, который нет чего бояться, он проходит с легкостью. Будь-якие экспертизы, будь-что, надает информацию широкому загалу без проблем. А как только что-то не так, все, начинаются уже, скажем, хитрости. И правозащитник, и юрист в один голос заверили, что в данной ситуации у Алены, как говорится, все козыри в руках. И, оказывается, претендовать можно на серьезную компенсацию. Помимо тех чеков на 200 гривен, которые насобирала мама. Тут суммы можно брать большие. Это и компенсация, и зарплаты, это компенсация, и моральные ущербы, потому что у нее было шоковое состояние. Какие суммы бывают? От 10 тысяч и выше. Есть и 100 тысяч. Цена вопросов 200 гривен, вы успокоились и ушли? Мы хотели человеческого отношения. Я подходила со второго раза, мне вызвали скорую. Потому что мне доказывали, что этого не могло быть. Я плакала. Но для того, чтобы Алена с мамой смогли восстановить справедливость, начать нужно прежде всего с вызова милиции. Даже спустя две недели. Милиция должна зафиксировать факт, что был принесен вред человеку на территории магазина. Как она может зафиксировать? Зафиксировать даже сейчас. И свидетель. Это в первую очередь скорая помощь, которая приехала. Справки, документы, подтверждающие, что это случилось в магазине, есть. Именно милиция может получить доступ к видео. И тут администрация уже не сможет отказать. Не имеет права. А дальше, как советуют двое моих экспертов, Алене стоит смело обращаться в суд. Однозначно, тут будет криминальное проведение. Если была сломана кистка в людини, это уже телесное ускорение средней тяжкости. А это статья 122 Криминального кодекса Украины. И ответственные люди, а это торговый центр, их представители и юридические люди будут днести криминальную ответственность до 7 лет увязнения. Ого. Запомните, что бы ни случилось, всегда помимо скорой вызывайте милицию. А также просите, чтобы вас сфотографировали, снимали на видео прохожие. Это ваше железное доказательство в суде. Я надеюсь, адвокат, который возьмется за дело Алены, выиграет в суде и добьется справедливости. А представителям торговых сетей и универмагов советую быть повежливее со своими посетителями. А то за них есть кому заступиться. Продолжение следует...